МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Он не любил платить налоги". В отношении директора Юрмаша возбудили уголовное дело. Опасные пляжи Кузбасса или, как теперь, нетрезвых любителей поплавать, будут наказывать. Коровы-рекордсмены родом из американского штата Висконсин приехали в Кемеровскую область в пробирках. Назови меня тихо по имени. В регионе объявили конкурс на самое интересное имя для динозавра. Об уникальных пейзажах магистра фотографии в нашей постоянной рубрике тем временем. С новостями дня вас знакомят журналисты телеканала Мой Город в студии Остап Григорианс. Здравствуйте. Следственный комитет России по Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении директора Юргинского машиностроительного завода. Ему вменяют сокрытие налогов. Напомню, Юрмаш входит в число предприятий Уралвагонзавода. Там задолженность по налогам и пенсионным отчислениям за последние 6 месяцев выросла в 5 раз. Представители Уралвагонзавода говорят, что у них уже есть план по решению текущих проблем. Например, в ближайшее время сократят управленческий аппарат. Но налоговая служба намерена подать на банкротство, если завод не выплатит текущие задолженности. По результатам работы за июль мы уже поймем, нет ли здесь обмана, действительно ли это произойдет. И если это произойдет, соответственно, мы будем понимать, что ситуация выравнивается. Если этого не будет происходить, соответственно, будут приниматься другие меры абсолютно другого реагирования. С нашей стороны уже имеется обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Поэтому вариант здесь один. Либо компания развивается и гасится все задолженности, которые на сегодняшний момент составляют порядка 3 миллиардов рублей. В Кемерове сотрудники МЧС спасли мужчину. Возле Кузбасского моста они увидели тонущего человека и пришли ему на помощь. Свидетелем чрезвычайного происшествия стала наша съемочная группа. Нормально дышишь? Нормально. Давай, выбирайся. Этому молодому человеку повезло. Спасатели вовремя увидели, что ему нужна помощь. Как уже потом выяснилось, у парня кончились силы, когда он плыл через реку. Молодой человек признается, он и не думал, что такое может случиться. Первый раз попробовать решил. Не рассчитал силы. 83 человека погибли на реках и озерах области с начала этого года. 13 из них дети, поэтому спасатели каждую неделю патрулируют самые оживленные участки рек. И каждый раз сотрудники МЧС спасают жизни. Оказываем помощь практически в ходе каждого патрулирования рейда. Один случай, это минимум, постоянно происходит. То есть аномальная жара у нас в Кузбассе стоит, люди купаются, людей очень много в местах массового отдыха, существуют дикие пляжи, люди переплывают на острова, отдыхают, и, как правило, кто-то пытается переплыть потом обратно. Ну, в общем, случай постоянно. И также бывает, что у судоводителей происходит что-то с маломерными судами. Спасатели понимают, жару хочется искупаться, но не нужно забывать о безопасности. Родители должны особенно внимательно следить за малышами. Во время катания на лодке нужно надевать жилет. А пока... Уважаемые граждане отдыхающие, не пытайтесь заплыть далеко от берега, не пытайтесь переплыть реку, не оставляйте без присмотра маленьких детей. Хорошо! Анжела Паутова, Анастасия Прокудина, Константин Червяков. Новости моего города. А в Новокузнецке пробуют решить проблему с тонущими жителями по-другому. В южной столице Кузбасса отслужили молебен, чтобы уберечь горожан от несчастных случаев на воде. Сейчас в Новокузнецке работают 9 пляжных зон. Там постоянно дежурят медики, спасатели и даже волонтеры. Но жители привлекают те места, которые не приспособлены для купания. С начала сезона в южной столице утонуло уже 9 человек. Уважаемые новокузнечани, уважайте себя, берегите себя, любите себя. Выбирайте для отдыха санкционерные места. Таких зон 9, это больше всего в области. Даже если что-то произойдет на этой пляжной зоне, вам обязательно помогут. Там есть, еще раз подчеркну, матросы-спасатели, там есть либо парамедики, либо медицинские работники. Число погибших на воде по сравнению с прошлым годом выросло в Кузбассе в два раза. Областные власти примут дополнительные меры по безопасности людей, которые отдыхают на реках и озерах нашего региона. Это связано с большим количеством утонувших за последние месяцы. По данным областной полиции, уже погибли 83 человека. Это почти на 50% больше по сравнению с тем же периодом в 2013 году. Сегодня на межведомственном совещании огласили название территории, где собственники мест отдыха вовремя не позаботились о безопасности. Аналитика выделила территории, которые являются наиболее проблемными. Это, прежде всего, промышленовский район, 10 утонувших. И из городов, из крупных городов, это город Новокузнецк. Ну и в целом есть ряд других территорий, у которых также выросли цифры по погибшим. Предусмотрена административная ответственность за купание в неотведенных местах и купание в нетрезвом виде. Это как раз и будет основными нормами права, которые помогут нам воздействовать на данную ситуацию. Аман Тулеев стал самым популярным губернатором в России. По данным Минрегиона, главе области доверяет 82% кузбассовцев. На втором месте глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. На третьем – чукотский губернатор Роман Копин. В аутсайдерах оказались губернатор Кировской области Никита Белых, мурманский руководитель Марина Ковтун и глава Калмыкии Алексей Орлов. Коровы-чемпионки отправили своих хозяев в путешествие на другой конец планеты. В животноводческий комплекс Ваганова прибыли владельцы всемирно известной молочной фермы Эвергрин – Том и Джин Кастл. Супруги посвятили буренкам большую часть своей жизни, а взамен получили одно из самых знаменитых племенных хозяйств в мире. В Кузбасс супруги приехали, чтобы поделиться секретами своего успеха животноводами из холдинговой компании «Сибирский деловой союз». С собой они привезли эмбрионы молочных коров, а также двух высококлассных специалистов, которые останутся в Кемеровской области надолго. Сулит ли российско-американское партнерство «Молочные реки» для региона, выяснял Аркадий Кемеев. Для знакомства с коровой Тому Кастеллу хватает нескольких секунд. И вот он уже знает о ней все. Бока не вздымаются, значит она спокойна и расслаблена. Двигается плавно и ест с удовольствием, значит абсолютно здорова. А одного взгляда на вымя достаточно, чтобы определить недюжинный молочный потенциал. Том способен узнавать любую корову из стада, ведь на его ферме с каждым животным работают по индивидуальной программе. Коровы все особенные, у каждой свой индивидуальный потенциал и свои индивидуальные проблемы. Вы управляете ими как группой, но каждый подходите индивидуально. Это несложно, все люди разные, значит и животные разные. Ко всем нужен свой, особенный подход. Руководство Ваганова от сотрудничества с Томом ожидает многого. Ферма Эвергрин – один из самых желанных партнеров для животноводов во всем мире. По молочной продуктивности она ежегодно входит в пятерку лучших в мире. Заказы на эмбрионов приходят даже из Канады, Норвегии и Дании, где хватает и своих прекрасных хозяйств. Ведь в штате Висконсин выращивают коров, способных давать просто невероятное количество молока. 100 литров в день – это больше 30 тысяч литров в год. Мы на сегодня 8 тысяч доем, но хотим с помощью Тома, с помощью наших технологий эмбрионального селекционно-генетического центра надоить 15, чтобы иметь таких животных с генетическим потенциалом 15-16 тысяч. Американские партнеры не просто продали Ваганова эмбрионы. Специалисты из США надолго останутся в Кузбассе и будут сотрудничать с местными животноводами. Боб поделится секретами менеджмента и заготовки кормовой базы, а доктор Стив будет работать непосредственно с коровами. В первую очередь я буду заниматься трансплантацией эмбрионов, которые мы привезли из Висконсина. Буду помогать местным специалистам не допускать ошибок, работая с нашей эмбриональной программой. А также буду помогать следить за общим здоровьем животных. Пока же могу сказать, что мне очень нравится ваш персонал, они очень добросовестно выполняют свою работу. В каждое хозяйство, с которым предстоит сотрудничество, Том приезжает лично. И в каждой поездке его сопровождает жена Джин. Впрочем, супруги Костел вообще редко расстаются. Эта пара – живое воплощение американской мечты. Встретились в университете, поженились и с нуля построили крепкий бизнес. Когда я выходила замуж за Тома, у меня было всего 100 долларов. Все мое преданное. Это редкость даже для Америки, чтобы двое молодых людей покупали ферму. Сразу после свадьбы нам пришлось очень много работать. Тогда я даже представить не могла, что наши галштинские коровы принесут нам столько путешествий и встреч с прекрасными людьми. Свою историю миссис Костел рассказала не случайно, ведь это пример того, как целеустремленность помогает выполнять грандиозные задачи. После нескольких дней знакомства с Ваганова джин предрекает хозяйству большой успех. Кузбасские партнеры уже достигли многого. Здесь есть крепкое племенное стадо, прекрасные условия для содержания животных и уникальный для России комбикормовый завод, способный одновременно производить сразу несколько видов кормов, а также жмых и рапсовое масло. Единственное, чего, по ее словам, пока не хватает животноводам из Кемеровской области – это опыт. Но здесь американские специалисты готовы помочь. Аркадий Кемеев, Максим Лисов. Новости моего города. Над московским Кремлем взовьется черно-желто-белое знамя. Согласитесь, необычное предложение. С ним выступил депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Он предлагает изменить государственный флаг России, привычный триколор на знамя Российской империи, отмененной Николаем II в 1896 году. Депутат пояснил, что именно под этим штандартом территория России значительно увеличилась. В нее вошли Крым, территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия. Также Дегтярев привел и другие аргументы. Под имперским флагом мы одерживали блистательные победы. Он способен и сегодня объединить всех граждан России. Современный триколор, который вернул суматохи Борис Ельцин, с народом не обсуждался. Никаких исследований не проводилось. Все решения в стране в начале 90-х принимались под диктовку американских советников. Мы говорим России 1152 года, а не 23 года. А символы государства должны олицетворять ее великую историю и великое будущее. Духовное здоровье определяет материальное благополучие, а не наоборот. Нужно, чтобы люди задумались, что за стяг развивается над Россией. Мы должны вернуть государственный флаг, который соответствует возрождающейся славе державы. К другим новостям. Оформить регистрацию по месту жительства или пребывание в Кемерове теперь можно и в многофункциональном центре. Сейчас он единственный на весь город. Однако и УФМС не прекратила оформлять подобные документы. Сама процедура осталась прежней. Зачем обращаться в многофункциональные центры, разбирался Антон Лимонов. Счетчик на табло приближается к 300. Именно столько человек обратились в МФЦ всего за три часа работы. Организацию очереди взяла на себя электронная система. Теперь здесь можно оформить и регистрацию по месту жительства или пребывания. У нас просто удобнее подать документы. Потому что у нас в любое время центр работает. То есть без перерыва на обед с 9 до 8. В субботу у нас рабочий день. Все услуги специалисты оказывают бесплатно. МФЦ создан для решения бюрократических проблем, уверены работники центра. Каждый день к ним обращается более 500 человек. Предоставляется услуга по регистрационному учету по месту пребывания. Это до трех рабочих дней с момента сдачи документов в УФМС. Сроки ожидания при сдаче документов составляют до 45 минут. Это в случае при обращении за получением той или иной услуги. В случае выдачи результата предоставления услуги до 15 минут. Услуга заработала совсем недавно и выводы делать еще рано. Однако в УФМС надеются, что многофункциональные центры помогут разгрузить поток обращений в миграционную службу. В течение времени, да, я думаю, что процентов 10, а может быть и 15-20, то есть от общего объема поступающих заболеваний, то есть, конечно, будет лежать на МФЦ. Этим будут заниматься многофункциональные центры. Ну и со временем, может быть, они возьмут половину. Многофункциональные центры – это посредники между госорганами и населением. И список, оказываемых услуг, действительно огромен – около 200. Сейчас МФЦ в Кемерово только один, однако к 2015 году появится еще четыре в каждом районе города. Антон Лимонов, Кирилл Гордиенко. Новости моего города. Телеканал «Мой город» в новом сезоне запускает новую рубрику «Не молчи». Курьез или преступление, оплошность или халатность? Журналисты телеканала «Мой город» помогут вам разобраться в ситуации. Снимайте видео и звоните нам. Главное – не молчите. 8 933 300 0300. Начни день с бодрого утра. На Кемеровский стадион «Химик» сегодня пожаловали необычные гости – клоуны, герои любимых мультфильмов и воспитатели. Они провели зарядку для дошколят Кемеровского района. Ребята, в отличие от многих взрослых, непогоды не испугались. Не испугался ее и наш корреспондент Антон Ивачев. Знаменитую героиню из любимого мультфильма дошколята узнали сразу. Всегда энергичная и веселая Маша сегодня впервые почувствовала себя в шкуре медведя. Определить, кто ведет урок физкультуры на химике, было непросто. Огонь в глазах ребят не погасил даже проливной дождик. Мне человек-паук понравился. Мячик играть понравился. Бегать. Добрый день, чайная лица. Чтоб крепче стать. И так сильней. И выше. И за голове. Без присмотра эти цветы жизни в поле разбредаются вмиг. А потому за неугомонной малышней бдительно наблюдают воспитатели. Мария Цвелодуб, как ее воспитанник, и к физкультуре неравнодушна. Молодой педагог уверена, чтобы понимать детей, их нужно не только любить, но и развиваться вместе с ними духовно и физически. Мы первый раз пришли, честно говоря, но очень рады. Дети, несмотря даже на то, что дождик, все веселые, счастливые. Бегали, прыгали, скакали. Героев любимых своих увидели. Очень счастливы, очень рады, хотели бы еще приехать. Воспитатели уверены, для детей из Мазжухинского детского сада это спортивное утро далеко не последнее. Ведь за полмесяца акции «Бодрое утро» на стадионе «Химик» уже побывались сотни кемеровчан. В том числе воспитанники детских садов и школьники Кемеровского района. Сказочные ведущие для ребят, как добрые волшебники, приходят неожиданно и всегда с подарками. Не зря говорят в физкультуре все возрасты покорны, ведь утренняя зарядка и свежий воздух заряжают хорошим настроением на весь день. Антон Увачев, Роман Абдрахманов. Новости моего города. И последнее. Выбирать имена для ящеров-попугаев, найденных в Шостаковском заповеднике, будут всем Кузбассом. Необычный конкурс объявили в областной администрации совместно с региональным краеведческим музеем. Напомним, в мае этого года палеонтологи нашли у деревни Шостакова скелеты целой семьи ящеров-попугаев, пситоказавров, обитавших только на территории Кузбасса почти 120 миллионов лет назад. Особые климатические условия позволили скелетам сохраниться почти целиком. Пситоказавра уже успели окрестить восьмым чудом Кузбасса. После знакомства с экспонатами участники конкурса должны будут нарисовать или смастерить ящеров-попугаев из Шостакова, сочинить краткий рассказ об их жизни и придумать имена. Условия участия в конкурсе будут размещены в ближайшее время на сайте Кемеровского областного краеведческого музея. Организаторы обещают победителям незабываемую экскурсию на Шостаковский комплекс, а также другие ценные призы. К этому часу у меня все, а далее об уникальных пейзажах магистра фотографии в рубрике «Тем временем» расскажет Георгий Демин. Не переключайтесь и до встречи! Здравствуйте! Тем временем блогеров завораживают сюрреалистические пейзажи Барри Андервуда, Барри Андервуд – американский фотограф, создающий световые инсталляции на природе. Поступив в колледж в 1986 году, Барри изучал театральное мастерство, а затем из любопытства стал посещать и занятия фотостудии и так увлекся, что закончил магистратуру именно по этой специальности. Сейчас он один из самых образованных фотографов современности, имеет степени бакалавра театрального искусства и магистра фотографии. По словам Барри, он хотел совместить свой театральный и фотоопыт и не просто снимать события, а создавать их. Он строит свои полномасштабные образы на свете и пейзаже. Световые инсталляции Андервуда часто изменяют ландшафт до полной неузнаваемости и создают совершенно иную иллюзию восприятия пространства. Художник превращает его в фантастический рассказ или иллюстрацию к сказке. Андервуд объединяет натуральное и искусственное, чтобы насытить природу вспышками удивления. Кажется, что на Землю пожаловали инопланетные цивилизации. Эти фотографии нравятся всем. С ними сбываются давние и тайные мечты всего человечества. Такой результат сам Барри объясняет использованием приемов освещения сцены по тому же принципу, что и в кинематографе или в театральном искусстве. Они способны превратить бытовые пейзажи в уникальные образы и, по большому счету, это не волшебство, а мастерство талантливого художника и его достижения в современном искусстве. Инсталляции Барри Андервуда постоянно демонстрируются в крупнейших мировых галереях в США, Канаде и Швейцарии. Они стали предметом коллекционирования. Истинных ценителей высокохудожественной фотографии уже трижды удостоены высоких премий в области современного искусства. Тем временем оставайтесь с нами на сайте моего города. Смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова